Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на нашем семейном канале Мачо и Мучача. Мачо опять отсутствует, потому что что? Потому что Мачо Арбайтен. Это я такая вот Марья Искусница, но ничего, ничего, подождите, начнутся путешествия, ой, мы вас замучаем еще больше. Ну вот вы знаете, даже не думала записывать ролик, если бы куда-то планировали поехать, показать вам какие-то красоты, ну вот на тот момент как бы планировала записать ролик, потому что ну как бы все на мне, мачо он как мачо. Я говорю, ну что, зрителями будем с чем-то делиться, он, давай, включай камеру, а сейчас так как у нас две работы, мачо мой и мачо мой, потерялся. Так вот, вы знаете, у меня пришло такой комментарий на моем похудательно-жизненном канале, но я считаю, что вот этот вопрос можно было бы осветить и здесь, на Синейном канале. Ну как ни крути, богиня и там, богиня и тут, тут хоть крути, хоть не крути. Так вот, какой был вопрос? Одна из зрительниц мне задала такой вопрос. Лена, а вот вы не пробовали, не готовить завтрак, не готовить там еду своим домочадцам? Ну чтобы я вот, мне жалко, что я не могу, надо два телефона, чтобы сделать скриншот, прочитать или выписать. В общем, я в одном из своих роликов говорила, что пока всех пацанов своих накормила, пока всю семью накормила, села съесть сама. Так вот, зрительница говорит, что, чтобы каждый себя обслуживал. 25 лет, она прожила в браке и живет сейчас в браке, счастливо. И вот всегда трое мужиков в семье, у меня двое, у нее трое. И вот всем готовила, подносила, можно сказать, все на тарелочке, на блюдечке. И когда вот муж с мужем пришла в скандал, бывают такие моменты в жизни, сказала ему, готовь сам, готовь себе сам, на что муж ответил, ты не какая жена. В общем, ну как у нас обычно в скандале, мы начинаем, говорю, знаете, мне какое нравится выражение, если ты хочешь узнать человека, поругайся с ним. Вот, вот, как чаша вот это выплеснет, вот если в человеке всякого, как тебе полно-полно, вот эта чаша и польется. Поэтому, ну это не к вам, не к вашей семье, это относится, это так, к слову. И вот после того, моей зрительнице стало намного проще, когда каждый готовит сам за себя, не готовит сам для себя, а обслуживает сам себя. И легче стало, хотя все время зрительница тянула все на себе. Так вот, не проще ли мне приучать по дому своих мужиков заботиться самим о себе? Вот, это так вкратце. Я вам предисловие рассказала, комментарий какой был, и вопрос был задан. Они пробовали бы, чтобы они сами о себе заботились. Знаете, дело в том, что у нас так и есть. У нас так в семье и есть, и было. Ну вот, карантин, он дал мне возможность проявить себя как маму, проявить себя как жену. И мне это нравится. Вот, самый такой момент, что мне это нравится. Мне нравится ухаживать за мужем, мне нравится ухаживать за сыном. Вот, возможно, этого не было вот раньше, потому что я вам уже рассказывала неоднократно, что уже только закончила школу, 17 лет, и арбайтен, и арбайтен. И вот сын, когда был еще маленький, был там, сколько лет, я уже не помню, сколько лет, но маленький. Ой, может быть, лет 10. Значит, и тоже мама постоянно на работе. Мама с утра до вечера на работе. И когда приходил выходной, понедельник, он говорил, классно, мама, сегодня выходная, сегодня будем есть. То есть, они у меня сами себя обслуживают. Ну вот, мне это просто нравится, вы знаете, мне просто доставляет огромнейшее удовольствие. Ну вот, нравится, нравится. А сами они себя обслуживают на раз-два. Не даст мне Ярослав соврать. Бывает, я там могу зашиться до такой степени, то работа, то то-то-сё, то-то-дой, то-сю-дой. У него руки не будут, как там говорят, пальцы веером стоять, да. Он и позаметает, и попылесосит, и помоет посуду. И посуду тоже как-то у нас привычно после себя мыть. И у меня этого нету. Просто вот эти все дни, когда я вам показывала свою, показываю на протяжении 10 месяцев на одном канале, здесь уже, наверное, месяц, может, больше мы делимся. Мне просто нравится, мне просто нравится ухаживать за своей семьей, потому что этого не было. А то, что они себя сами могут обслуживать. Мне звонит телефон. Он думает, что это за музыка. 43-46. О, это сыночек звонит. Моя Китя. Да, сынуль. Ролик записываю. Рассказываю, какой ты у меня умничка. Какой ты у меня молодец. Да. Ну, что позже? Не надо позже говорить, что хотел. Да, 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 да. Все в холодильнике. Все ты можешь сам приготовить. Вот видите, это как раз... Да, да, Антошенька, да. Да. Все, давай, смачного. Давай, целую. Вот о чем я вам говорю. То есть, подавать... Ярослав у меня варит такой вкуснейший борщ. Такой... А Антон у меня жарит такую вкусную яичницу. Поэтому вот как-то у нас такой проблемы в принципе нет. Я, наверное, может быть, так эмоционально рассказывала, что вот, пока наготовила хлопцем, ну, мне. Мне доставляет это удовольствие. Я хотела бы узнать, как у вас. Или каждый сам за себя. Ну, я для меня, во-первых, как, ну, предназначение жены, женщины, мамы. Ну, мы как ни крути, мы опекаем, мы опекаем, мы заботимся, мы женщины, мы заботимся о наших... Знаете, как у нас есть барыгиня на украинском мове, барыгиня семьи. Так оно и шло изначально. Барыгиня, это значит барыгиня. Барыгиня, она берегает семью. Да, человек, он захисник, добытчик. А как же по-украински добытчик? Добытчик. Вот напишите, девчонки, кто у нас из Украины добытчик? Захисник это защитник, а добытчик это добытчик. И как-то так, испокон веков пошло, что барыгиня жинка, она барыжевся, она вкруги, свою семью пилкует, сяпрунея, оберегая ей. Как раньше, за мамонтом пошел мужчина, а женщина сидит возле огня и готовит еду. Но, учитывая время, какое у нас сейчас с вами, вы знаете, такое прям капец-капец, очень сложно сидеть и оберегать. Большинство женщин работают, есть же такой стереотип, вышла замуж и все, работать ты не должна. У меня такого не было. Я не могу, чтобы у меня не было свободной копейки в кармане, чтобы я заглядывала где-то кому-то у меня за всем. Возможно, этим даже не надо гордиться. Возможно, это может быть и какой-то, ну не то что косяк, а неправильно у меня что-ли в жизни. Что у меня всегда была своя копейка, я никогда никому не заглядывала в карман из своих мужей. Мне как-то, знаете, сам себе режиссер. Я знаю, что вот есть у меня, нету. Я никогда не привыкла, вот даже если это все вот так вот, так сказать, мысли. Мысли столько, если все обобщить вот так вот. Я привыкла сама за себя отвечать. И мне этот процесс нравится, вы знаете. Не привыкла просить выпрашивать. Я знаю, что я пошла себе, заработала на ресницы, заработала на маникюр. Может, это неправильно. Может, это и хорошо, когда ты сидишь, а я хочу айфон. Ой, как я думала. Мужчина, мне видно отражение в зеркале, в окне. Только я сказала, я хочу айфон. И подошел мужчина. Нет, это не ко мне, это, наверное, к соседу подошел. То есть, ну, возможно, это ошибка. Возможно, я неправильно живу. Но мне это нравится. Мне нравится, что я сам себе режиссер. Я из сына, сына я настраиваю, вот как в семье. Я ему говорю, вот жена, ты должен о ней заботиться, ты должен о ней думать. Но моя невестка, она не такая, что она будет сидеть и говорить, хочу то, хочу то. Она пойдет и будет работать. Сейчас так ситуация сложилась, дети пока на разных. Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаем? Очень вкусно. А какую вы хотите шаурму? А я не буду ехать. А есть куриная, а есть свиная. Свиная 50. Да, а куриная 40. Давайте две свины. Давайте. Кетчуп, майонез любим? Да. А горчичку? В баку, да. А в другу, нет? Нет. Грибочки идут, любим? Давай. За сырок можно не спрашивать, ложить смело, да? Да, да. Одна с горчицей, а вторая без, да? Да, да. Ну, а так, вот вы со мной еще и на работе. Чуть-чуть помогите. РазмUsed. Одну пчелhésitez. Д взять 94. Ого. Подписывайтесь на майонезу. Пусть-чуть. . Добавляgem. Высойвер. А кухня у вас зерновы? Да, зерновы. Розчинного нет. Слава Богу. Я с вами согласна, что слава Богу. Розчинно это негадяще. А вот там 12 напитков выбирайте. Какое вам нравится? Американо с молотом и латте. Американо с молотом и латте. У вас получается 129 гривен. 29 гривен кофе 17 и 12. Правильно? Правильно. Вот так я немного свою память тренирую. Это, пожалуйста, без горчицы. А что по сахару? Сколько сахара? Да. По сахару. По сахару. По сахару. А тут так же. Волоска. 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 Гландин. Собода. Здравствуйте. Чай. Черный нет. Есть фруктовый. Фруктовый будем? Есть малина, есть персик Какой хотите А макачино есть? Да Может макачино? Вам еще и макачино Так Я вас не выключила Ой-ой-ой Ну что ж, терпите, терпите Ох, ты будешь мастер-кять? Будь ласка, смачного Смачного, дякую Приходьте Здравствуйте Один 10 гривен 10 гривен Дякую Ну, можно Ну, я в цене не могу Ну, пока не мачен Вы же купили А вот такую и свободен, да? Нет А вот теперь свободен Смачного Приходьте В общем, весело Весело, весело Вот вы увидели кусочек моей работы В очередной раз Поэтому Вот в нашей семье Все, все отлично Все нормально Я думаю, что И у вас так же Взаимоподдержка Вот помощь Со стороны Детей Со стороны Мужа Есть Напишите Напишите Мне интересно Будут почитать Да, я думаю Ярославу тоже А я с вами прощаюсь С вами была Мучача Всего вам Хорошего и доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому